Крональная выстава у Мостаски музея имя Паула Масленникова. Махилевская детяшая Мостасская студия Гекель Беры презентовала выставу, которая помогла на третьем национальном форуме Музея Беларуси. Яскравые смелые работы маленьких Махилюшан скорыли на вукоусу, а теперь их можно побашить у музея. У нас тут есть объемные работы, как коллажи. И их, думаю, интересно будет потрогать не только взрослым, но и детям. У нас была тема нарисовать один цвет радуги, и я выбрала оранжевый, так как мне показалось, что все остальные цвета уже заняты. Студы и Гекель Беры усягу год, а ли маленькие мастаки поспели шмат шагу зрабить. Детишек я собирала из всего города по крупицам. Я считаю, что это самые одаренные, самые талантливые, самые классные дети нашего города. И мы с ними за год очень много успели сделать. На самом деле мы уже проиллюстрировали книжку с белорусской азбукой для маленьких детей. Мы нарисовали работы для детской больницы. До речи, на открытие выставы пришел и саутер одного из проектов, знакомитый мигильевский скульптор Андрей Воробьев. Была идея, давняя идея, которая должна была быть реализована в бронзе, пока что не отрмалось. А тут она такая, при помощи детей, их фантазии, их рук, их отчувание життя, колеров реализовался этот проект «Древо ведал». Я скравые фарбы и не укримованы парод фантазии – такая философия закладания их куды. Не перешкодит детячему уявлению мягко и пирожливо изгадовать тарин. Я керавника вельми давно веду, вельми творчий, вельми узнеслый человек. И это передается детям. То, как она за ними працует, и то, как она раскрывает их, это просто уникально. Под час урочистого открытия маленькие мастаки отрымали символичные узнагороды, першые у житті дипломы. До речи, до некоторых экспонатов саправды можно докрануться. Выстава будет працавать до 27-го листопада. Алена Соловьева, Татьяна Дмитриева, Денис Бутылин, Новин Регион.